Задержали молодого человека, когда тот с посылкой вышел из отделения почтовой связи. Захват бойцы СОБРа провели молниеносно. Задержанный даже не сразу понял, что случилось, и сильно разволновался. Что вы здесь делаете? Сначала посылка. Откуда посылочка следует? Из Китая. Как себя чувствуете? Ни мощи, если честно. Молодой человек заявил, в посылке прибор для изберения давления. Но досмотр его слова опроверг. В коробке находился синтетический наркотик весом около полукилограмма. Здесь что находится конкретно мне? Скажи, пожалуйста. Какое вещество? Для чего это используется? Реагент для производства курительных смесей. Позже выяснилось, молодой человек был одним из звеньев в наркоцепочке и исполнял роль получателя товара, который заказывал через интернет. Затем через закладки передавал наркотик основному заказчику. По данным правоохранителей, задержанный и сам более трех лет употребляет наркотики. Но проблем с законом до этого случая у него не возникало. Каким-то образом сократил свое потребление и решил зарабатывать тем, что продавать это таким же потребителем, как он. Найдя в интернете поставщика, он с ним связался, перечислил около 100 тысяч рублей ему на счет, после чего в его адрес была направлена та самая посылка. Благодаря очередной совместной операции таможенников и наркополицейских из незаконного оборота было изъято сырье для производства более чем двух тысяч до синтетического наркотика стоимостью более трех миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье контрабанда наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.